и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры в данном видео мы с вами поговорим на тему взаимоотношений некоторых из-под постсоветских республик речь пойдет конечно же об азербайджане об армии о грузии и украине четыре страны в отношении азербайджана и армии как вы наверное все осведомлены после разрушения советского союза и после 30-летней оккупации азербайджанских земель отношения в общем-то мягко говоря далеко не дружественные а враждебны враждебность исходит главным образом от армянство которое давным-давно контролируется давайте все называть своими именами неонацистскими силами тюркофобскими любая фобия направленная против какого-либо из народов является по-своему нацистской не так ли но причем здесь грузия и украина спросите вы потому что мы с вами поговорим о том как грузия и украина относится к нашему конфликту на условно назовем так государственном уровне а также на уровне части обывателей то есть граждан этих республик неспроста как вы понимаете вчера я выставил видео о митингах которые сейчас происходят в армении антироссийских и параллельно с этим антиазербайджанских и знаете что интересно нет ни флаги на территории опять-таки союзника россии франция и сша меня заинтриговали не внеочередное заявление даже о немытости россии нет и даже не то что так называемая немытая россия создала армению как таковую и дала армянам на своей территории делать всевозможные беззакония нет меня заинтриговал другой момент другой аспект скажите мне пожалуйста это я обращаюсь украинцам украинцам вы прекрасно осведомлены что и украина и азербайджан и грузия прошли да и проходят через ужасающую черную полосу взаимоотношений с россией в отношении азербайджана вроде бы отношения налаживаются но все еще множество есть антиазербайджанских азербайджана фобских сил которые стоят практически у престола россии это тоже ни для кого не секрет я наверное я не раскрываю какие-то особые таинственные карты не выкладываю их на стол и грузии это понимает в том самом митинге с которым я вас ознакомлю в предыдущем видео несмотря на всю обиду даже кровную по своему обиду грузинов на данном митинге не было ни одного грузинского флага ни одного или они что меньше обижены скажите это грузинам которых вырезали в абхазии массового вырезали скажите это им скажите это тем кто вынужден был воевать еще в начале девяностых в осетии что они у них нету обиды кровной обиды тем не менее они не участвуют в азербайджанофобской комитинге в ереване а что же украина вот здесь я не понимаю но не могу я понять вы дорогие наши украинцы простые жители украины часто благодарят азербайджан за ту помощь и поддержку которую азербайджан оказывает украине рискуя своими собственными даже по своему территории потому что мы знаем что такое русский медведь и русский медведь поверьте мне еще не использовал те то оружие которое может использовать вы все понимаете о чем я включая ядерное у армии я хочу напомнить от армии даже исходили угрозы в отношении грязной ядерной бомбы и россии тогда молчала это так намек неприятный намек азербайджан помогает украине а украинцы частности на украинском телевидении называют азербайджан агрессором в киеве задерживаются представители азербайджанского народа по явно выдуманным из взятым из головы причинам а также сами украинцы едут то есть тратят финансы не теле которые азербайджан в частности присылать в качестве поддержки едут в армению и участвуют до в антироссийских но в антироссийской азербайджанских митингах объясните мне дорогие украинцы неужели ваша политика заключается таком лозунге как на зло россии отрежу себе палец вот на зло россии сделаю азербайджану плохо так кому вы сделаете плохо если азербайджан скажет тире откажется помогать украине кому вы сделаете плохо если турция также скажет нет а кто знает может быть за турции тоже самое скажет германия и пойдет цепная реакция а германия не откажет англия вы этого хотите не думаю не думаю дорогие друзья не думаю продолжая рассуждать на данную тему я хочу еще кое-что вам напомнить разознаться одним крайне интересным вопросом а кому это выгодно кому выгодно испортить отношения между украины и азербайджаном украины и турции как всегда я не буду односторонним я рассматриваю любой вопрос с двух сторон с двух сторон медали и знаете что интересно в данном случае интересы россии и запада совпадают во всяком случае определенных кругов в россии уж точно почему потому что россии не выгодно сближение терра дополнительная помощь который может оказывать турция и азербайджан не так ли им выгодно на обидах еще больше притянуть азербайджан и турцию к себе это в частности может помочь вывести российских миротворцев даже с территории карабаха то есть лишние войска которые россия сможет послать в украину специалистов то же самое выгодно западу то же самое потому что об отношениях сша франции и греции 3 за так называемых западных стран к азербайджану и турции надеюсь все вы прекрасно знаете крайне недружественное мягко выражаясь крайне недружественное то есть тоже есть выгода неужели украина не понимает этого понятно что определенные круги сейчас просто хотят видимо услужить сразу двум хозяевам и россии западу почему не взять с собой деньги финансовые вливания но меня пугает другое почему молчат украинские блогеры почему они не осуждают тех кто участвует в данных митингах в антиазербайджанских митингах с прославлением уж точно нацистского преступника гаргина нжд почему украинцы готовы участвовать факельных шествиях в армении тем более в армении хотя против любых факельных шествиях после того как их устраивал свое время адольф гитлер да они красивые красивая картинка но знаете когда человека соблазняет наркотиками все тоже бывает очень красиво ему говорят про сладкие сны только бывает страшная реальность об этом умалчивается давайте пойдемте дальше и перейдемте грузии до той самой грузии которая несмотря на не менее ужасные страницы своей истории в отношении взаимоотношений с россией а возможно более ужасны так как грузия уже давно потеряла часть своих территорий и все еще не может не даже полпяди вернуть тем не менее отказывается участвовать во всяком случае уж точно на митингах в ереване прежде чем мы перейдем грузии и я опять напомню вам что я оставлю ссылку как на свой ролик в отношении митинга в ереване так и на ту статью которая вышла в телеграм-канале у мины захарян в телеграм-канале также оставлю под данным своим видео но давайте перейдемте теперь грузии это просто чтобы скажем так вы не забыли прочитать данную статью и посмотреть предыдущее видео грузия 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 я не перестаю удивляться данной стране и никогда не перестану грузины умеют действительно многое помнить и не забывать как хорошее так и плохое хотя часть грузин мы тоже были с вами свидетелями когда в тбилиси проходили антиазербайджанские митинги тем не менее хотя бы на территории грузии где грузия могла тут же эти митинги погасить но ни один грузин не поехал в армению участвовать в антиазербайджанских митингах то есть в грузии грузины сами могли тут же этот митинг закончить поэтому они разрешали мол пошумите мы же вас закроем но никто не поехал это крайне важно никто не потратил ради этого даже пол копейки и армян это расстраивает очень сильно расстраивает если в отношении украины которую раньше в армении гнобили как только могли за то что украина поддерживала целостность азербайджана помните как оскорбляли украинцев поклеще чем их оскорбляют в россии там поклеще было чем просто хохлы украинцы это забыли грузины нет и армян как я сказал этот момент памяти умение помнить и и хорошие порохой у грузинского народа очень сильно раздражает поэтому армяне вдруг заговорили увидев то что в грузии цветами флага азербайджана был украшен один из мостов вдруг вспомнили о лоре на самом деле грузинском крае который некогда был передан армянам армяне начали претендовать вновь на лоре откуда были свое время изгнаны как и из карабаха как из территории армении только если с тех территорий изгоняли азербайджанцев тос с ларийского района как вы понимаете изгоняли уже грузин но армянам мало этого во всяком случае мины за закарян ее союзник в кавычках в творчестве армяне россии в своем посте в том же самом телеграм канале вновь озвучили армянские претензии на грузинские храмы я уже показывал вам своих видео книги посвящены как раз таки обратным действиям эти книг очень много потому что как я сказал грузины помнят как хорошее так и плохое но давайте с вами зачтем те на что сейчас претендуют армяне в прошлом на территории нынешней грузии насчитывал 650 действующих армянских церквей вас ничего не смущает в грузии сегодня из них 8 церквей переданы в грузинские 33 церкви являются действующими около 100 церквей заброшены и в полу разрушенном состоянии остальные 509 церквей уничтожены в годы ссср вас ничего не задевает а почему армяне не говорят о тех грузинских церквях которые в частности находились на территории самой армении я даже не говорю о том что грузия когда-то меняла армян и о том что большинство этих церквей так как ты принимаешь народ ты передаешь даже порой свои церкви учитывая что ты передаешь своих же христианам вроде бы не правда ли но здесь другое вызывает смех армяне вспомнили а 509 церквей которые были уничтожены во времена ссср помните как армяне стараются прикрыть свой вандализм в отношении старого еревана риманской крепости что это советские молгоды хотя все уничтожалось до советского времени так если вы говорите о 509 храмах тогда заговорите и о мечетях о дворце сардара и даже а просто крепости святой для любого азербайджанца риманской крепости что же дорогие друзья я на этом закончу свое рассуждение давайте подведем с вами итоги я не выступаю против украинского народа но я прошу хотя мог бы и не просить а даже по-своему требовать чтобы украинские блогеры перестали молчать чтобы они хоть как-то осудили все то что я перечислил антиазербайджанские выступления на украинских каналах когда азербайджан обвиняли оказывается в агрессии против армении при этом это было неоднократно чтобы громче из уст украинцев было озвучено их протесты в отношении незаконных арестов азербайджанцев и третье чтобы украинцы граждане украины выступили четко против тех кто ездит тира посещает армению и участвовать в антиазербайджанских митингах на территории еревана я прошу хотя имел бы право требовать раз у нас такие близкие отношения не так ли дорогие друзья на этом я пожалуй закончу данное свое видео сегодня еще будут я постараюсь записать еще несколько видео просто сейчас вынужден заниматься немножко другими делами всем удачи всегда ваш сейдов камран до свидания до свидания дорогие друзья до свидания до свидания